Дорожная инспекция безопасности дорожного движения Республики Татарстан и студия Bayer представляют Картинговый сезон 2016 года на территории Татарстана для пилотов карт-клубов Республики и гостей из других регионов страны Репортажи с этапов чемпионата и Кубка Татарстана, соревнования федерального значения смотрите в программе студии Bayer Видеоспорт Дорожная инспекция 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 Разогревались и формировались ребята на сухой трассе, но стоило заезду отправиться на первый дистанционный круг, как с неба посыпались капли дождя и судей им пришлось вскоре сигнализировать об опасности с помощью специальных флагов. Ну а пилотам других классов была дана предварительная команда подготовить дождевые колеса для своих машин Тем временем на трассе в первом финальном заезде класса мини сформировалась кампания претендентов на победу Все лидеры оказались из числа быстрейших пилотов в квалификационной сессии И все же кое-кому удалось совершить маленький гоночный подвиг Речь идет о Лавре Шилове, пилоте из Перми, который стартовал с пятой позиции, но уже на втором круге возглавил заезд класса мини Попытки Тольяттинца Григория Примака атаковать Шилова привели к остановке Тольяттинского карта на вираже На том же самом месте не повезло и татарстанскому пилоту Раделю Шаги Ахметову Его карта под 55 номером прилично потерял время после внезапной остановки В целом в первом заезде класса мини лучшие татарстанцы финишировали шестым, седьмым, восьмым и девятым Ими стали Илья Демидов, Радель Шаги Ахметов, Егор Кузьмин и Ильхан Ибатуль Ну а победителем первого финала в мини домчался до финиша удачливый Лавр Шилов из Перми Почему удачливый, он сам объяснит Для меня был неожиданность большой И вот на резине для Тержака, для сухой трассы Я в первой резине попробовала поездить И вот получилось Ко второму заезду класса мини на трассе уже не осталось следов дождя Можно сказать, что повезло всем А вот в самом заезде звезду удачи выловил пилот из Москвы Максим Орлов Он был очевидно быстрее всех в этом заезде И почти все восемь кругов ехал с отрывом от группы преследований В которую входили Шилов, Черников, Примак В такой кампании и с несколькими локальными перестановками Лидеры доехали до финиша Финиша, который определил тройку призеров в таком порядке Лавр Шилов, Пермь, первое место Максим Орлов, Москва, второе место Григорий Примак, Тольятти, третье Выше всех из татарстанцев удалось забраться Раделю Шаги Ахметову Он шестой Этот результат, кстати, пилот воспринял как трагедию А вот чемпион Татарстана 2015 года Егор Кузьмин согласился на комментарий Даже заняв только девятое место Ну, старт не удался А потом я догнал уже Но на последних кругах не получилось Следующим классом машин среди участвующих в первый день федеральной гонки в «Богатых собах» был класс «Ротекс Макс Юниор» И здесь уже на стадии квалификации два татарстанца показали лучшие времена Данила Бодрудзинов, Лениногорск и все лодки «Куйбида» – «Альметьикс» Незадолго до старта первого финального заезда в «Ротекс Макс Юниор» «Куйбиду» наша видеокамера застала врасплох Но пилот нашел правильный выход из неожиданной для него ситуации Юниорам «Ротекс Макса» досталось стартовать по мокрой трассе Да, на машинах уже была установлена дождевая резина Но специфика езды по мокрому треку есть А универсальных пилотов, способных ехать быстро в любую погоду, не так много, к сожалению Наглядный пример – герой квалификации в «Ротекс Макс Юниор» по сухому покрытию Уже упомянутый нами «Альметьевец» Всеволод Куйбидо Стартовал с полпозиции, но на первых ста метрах опустился на пятую текущую позицию И по ходу заезда выпал из числа претендентов на подиум в своем классе Комментарии по этому печальному случаю добываем по ходу заезда у Ивана Куйбиды, отца Всеволода Подожди, совсем другая езда Как земля и небо Поэтому только из-за этого чисто отсутствие опыта, зимние картинги А вот у второго татарстанца из Лениногорска Данила Бодрудзинова все получилось в первом финальном заезде Уехал от всех далеко и выиграл После финиша, правда, не захотел общаться От переизбытка эмоций, по всей видимости Вторым в заезде и тоже с приличным преимуществом финишировал пилот из Тюмени Ян Кенов Ну, изначально я как бы в этом классе не умею ездить по дождю Под конец я начал выигрывать 90-го и 28-го номера Потому что я собрался, понял, как ехать на этой трассе по дождю И вот все Да, многие проблемы выявил дождь в первом заезде Ротекс Макс Юниор Теперь все надежды неуспешных пилотов были на второй заезд, который, возможно, пройдет по сухому трэму Может, наверное, на следующий заезд мы поедем на Слике И попробую вырваться вперед Ну, не смогу я уже на 50-ка встать Ну, 50-ку попробую, если следующий будет Слике А вот челнист Дмитрий Авдеев уже, похоже, никуда не пробьется Сход в первом заезде Пилот позже скажет, что рама машины развалилась Но у Николая Бондарева своя версия инцидента Дима потерял самое главное – общение сверху Господь его решил покинуть, потому что он себя ведет маленечко Уже звездная болезнь к нему пристала Поэтому у него пошли неудачи Дмитрий, прокомментируйте вот это Что именно? Вот этот спич Я даже не знаю, как-то это ответить Дядь Коля лучше всех знает же Во втором финальном заезде Ротекс Макс Юниор Татарстанские перспективы были связаны только с Данилом Бодрудзином Пилот из Лениногорска теперь не лидировал Держался третьим практически весь заезд Но сохранял шансы на общую победу За победу в заезде с большими перспективами боролись Михаил Фатеев из Екатеринбурга и Аркадий Попов из Перми Победитель первого заезда Бодрудзинов вел борьбу с Пермяком Яном Кемпфом И должен был как минимум не уступить ему И с этой задачей Данил Бодрудзинов справился Удержался третьим до финишной отмашки Правда поделиться впечатлениями от гонки снова не захотел Ну да ладно Победу во втором финале Ротекс Макс Юниор одержал Михаил Фатеев И теперь у него и Бодрудзинова В активах было по одной победе и по одному третьему финише У меня позиция между первым и вторым Судя по очкам первого и второго заезда Сейчас все решит Судьи А судьи решили в пользу Данила Бодрудзинова Который был быстрее в квалификации Есть победа татарстанца в федеральной гонке Всеволод Куйбида пятый в гонке Амир Алеев восьмой Однако выполнил обещание Амир Смог выбраться в пятерку во втором заезде Я бы хотела туда залезть Но я как-то их не смог догнать и они оторвались Я думала они заборются Я попробую их догнать А там уже посмотрим Но этого не получилось И я приехала всего лишь пятый Но это для меня хороший результат Так как я выиграл пять мест Ротекс Макс Пилоты этого класса завершали программу Первого соревновательного дня Федеральной гонки на картодроме в Богатых Самах Перед стартом очередное переобувание Теперь меняют дождевые колеса на слики В этом классе едет и Борис Гарифулин Герой начала нашего репортажа Мы к любой гонке готовы Мокрый сыгранец Обладатель лучшего квалификационного времени Прохождения круга дистанции Дмитрию Арсентьеву По ходу гонки судьи сигнализировали ему сойти с дистанции Так и получилось Четвертое время квалификации Четвертая позиция по ходу заезда Все это теперь история Неприятная для пилота и команды 16 кругов дистанции быстрее всех преодолел тот, кто обещал нам победить Борис Гарифулин уверенно и стабильно выглядел за рулем карта Ну и после финиша был в хорошем тонусе На первом этапе Татарстана Мы начали настройки В принципе едем на тех же самых настройках Получается очень быстро В принципе все Новый мотор песня? Новый мотор песня, да Нельзя не обратить внимание и на еще одного татарстанца в этом классе Михаил Ярышко из Альметьевска Финишировал четвертым в первом заезде А ведь он дебютант в Ротекс Макс 2016 года Ну это вообще моя вторая гонка Но на таком, на УФО я выступаю в этом классе первый раз Ну очень уверенно, молодец Спасибо, старался Ну мы видели, сколько соперников удалось объехать Ну если так считать, то три примерно Ну каких три? Да Во втором финальном заезде Ротекс Макс В разделе лидерского имущества, так сказать Участвовали те же пилоты, что и в первом заезде К сожалению, не смог проявить себя в гонке чемпион Татарстана в этом классе Алмаз Хафизов Он участвовал в борьбе только за места ниже пятого Выше Хафизова, кстати, в итоговом протоколе оказались Сабинец Рифат Исрафилов, Альметьевец Михаил Ярышко Эта пара татарстанцев, кстати, устроила интригующую борьбу на финише заезда Ну а в дуэли двух явных лидеров гонки Ротекс Макс снова не обошлось без пенализации Пилот из Тольятти Зинкович снова был наказан на этот раз за неспортивное поведение на трассе Вот так оборонялся от атак Гарифулина пилот из Тольятти И чего добивался, сам потом объяснить не смогу После финиша слушаем комментарии победителя гонки в Ротекс Макс Бориса Гарифулина Гарифулина 17 номер, наверное, не уважает других спортсменов Мне кажется, больше всего он себя покажал не с хорошей стороны Некорректная борьба Но все равно, когда он получил наказание, он в любом случае получается вторым Ну в любом случае, у вас с победой? Спасибо С очередной? Спасибо В новом сезоне? Спасибо Так держать? Спасибо Во второй части нашей программы смотрите хронологию событий второго дня федеральной гонки на трассе Аргамак Героями картинговых сражений стали пилоты класса Микро, Супермини и КЗ-2 Итак, к старту готовятся пилоты класса Микро Из 14 заявок на гонку в этом классе 5 татарстанцев Наилучшие перспективы, судя по результатам кульфикационных заездов, у челнинца Захара Каргинова Он стартует с первого ряда Ну а фаворит гонки в Микро пилот из Сочи Максимилиан Попов Да-да, именно Максимилиан И под его управлением карт под номером 33 Попов с первого круга и до финиша ехал во главе пилотона в Микро Далее Лабутин Пермь, Фатеев Екатеринбург, Головизин Челябинск, ну а Захар Каргинов весь заезд воевал Неудачный старт заставил выжимать из себя все соки Геройский финиш и едва не четвертый на отмашке челнинец Правда, после финиша Захар был явно расстроен своим заездом Машина не поехала или сам проспал? Не знаю, наверное, сам Ну концовка заезда у тебя просто боевая Молодец, вырвал себе вот это четвертое место Настроен? Давай, соберись на второй заезд Сочи-Ниспопов оправдал звание фаворита гонки и одержал победу в первом заезде класса Микро Ну как тебе удалось так здорово проехать в первом заезде? Ну просто хорошо стартанул и уехал Ну еще и в квалификациях хорошо быстро проехал? Да Ну что, что думаешь на второй заезд? Тоже хочу первым приехать Второй финальный заезд в Микро ничего решительным образом не изменил в расстановке сил в классе Гонку выиграли те, кто были в тройке быстрейших первого заезда Это Попов, Лабутин и Фатеев Все, что удалось сделать татарстанцу Коргинову, так это завоевать третий финиш во втором финале Общее четвертое место, конечно, неплохо, но не более того Однако Коргинов-то лучшие среди татарстанцев в Микро Читайкин, Гуриев, Иванчина, Санников и Галиев заняли в итоговом протоколе места с 10 по 14 Прогревочный по конфигурации, понятно, да? Формовочный через срезку Судья на выпуске вам поможет Развернем эти Отбойники, прямо заезжаем Горит красный сигнал светофора Едем на зазоре 5 сантиметров Не надо ни оттягиваться, ни подтягиваться Внимательно смотрим Выключает Два раза не стартовали, останавливаю красный Вот такие подробные разъяснения просто необходимы пилотам класса Супермини Старт схода довольно сложная задача И горячие молодые головы не всегда с ней справляются Из 23 пилотов Супермини семеро представляют картинг Татарстана Однако ведущие роли и позиции в заездах, увы, достаются пилотам других регионов России В первом финальном заезде не было равных Максиму Чернику из города Каминск-Уральски А соискателями второго и третьего финиша неизменно были Челябинец Дмитрий Варлаков и Тимофей Иванов из Тольятти Перемяк Лавр Шилов нет-нет, да и пытался вмешаться в спор лидеров Но серия ошибок на одном и том же вираже не позволила Шилову показать лучший результат Наши пилоты Радель Шагьяхметов и Егор Кузьмин от старта до финиша прокатили на пятой-шестой позициях По сути, без шансов на перспективу борьбы за более высокие места Оставалось ждать чудо от второго заезда в Супермини Героем старта второго заезда в Супермини и героем двух кругов дистанции стал Радель Шагьяхметов Который вернул, казалось бы, надежду в то, что татарстанцы в Супермини еще скажут победное слово Но успехи, если и были у наших, то локальные В концовках заездов всегда впереди были соперники Кстати, на заключительном круге второго финального заезда Лавр Шилов вполне мог нарушить гегемонию Максима Черникова Но последний вираж все-таки вернул в победителя пилота из Каменск-Уральского Кто-то ошибся, кто-то той ошибкой воспользовался Но это же гонка, без этого никак, да и неинтересно было бы Мне так получилось просто Я его догнал очень много, не побывал роти Лавра И получилось обогнать Ну ты доволен, я вижу Да-да Хорошая гонка, с хорошим результатом Спасибо В классе КАЗ-2 было заявлено 15 пилотов 10 из 15 пилотов Татарстана Могли ли при этаком численном большинстве татарстанцы серьезно потеснить гостей Из Челябинска, Тольятти, Москвы? Конечно, могли бы Но для этого квалифицированных соперников сначала догнать надо Ну это на правах шибчик воззвучало Мулахметов, Гарифулин, Даминов, Макаров В принципе, эти ребята не робкого десятка Но каждый заезд это отдельная история И чаще всего личная, а не общественная Ближе к делу, однако Адель Мулахметов на первом круге прилично Испугал потенциальных фаворитов гонки Георгия Ефросинина и Владислава Устюгова Выиграл старт Вел за собой пелетон Но следующие 17 кругов Наш КАЗ-чик ехал третьим Отбиваясь от атак преследователей Динар Даминов и Вячеслав Макаров В рабочем режиме сторожили четвертую и пятую позиции Первым же из татарстанцев закончил гонку Радик Минахметов Он постепенно входит в ритм сезона Поэтому досрочный заезд в поддог Плановое, может сказать, мероприятие Снова первый Ага, почти Шанса Ну а среди финишеров официальных В первом заезде КЗ-2 Неожиданности не случилось Ефросинин, Устюгов, Мулахметов Курочкин, Даминов, Ульянов, Макаров Напряженная гонка Результаты которой окончательно определяются Суммой результатов двух заезд Другими словами Все внимание заезду номер два И снова на старте Здорово проявляет себя Мулахметов А вот у Ефросинина опять не все гладко на старте Уезжает в заезд только пятым Новый мотор в этой гонке КЗ-10С Очень быстрый, как оказалось Но со стартами пока надо поработать Есть какая-то проблемка К пятому кругу пилот из Подмосковья Уже перебирается в лидеры Значит, действительно быстрый моторчик За Ефросининым едут Устюгов, Мулахметов Курочкин, Недалеко Макаров, Ульянов, Даминов, Гарифуллин Если случаются перестановки, то большей частью временные Зато под занавес гонки То есть на 18-м круге дистанции Второго финального заезда В КЗ-2 случился инцидент Который повлиял на результаты нескольких пилотов Война случилась между Устюговым и Курочкиным Двое из тройки лидеров теряют позиции И, судя по всему, кто-то будет еще и оштрафован Дрожно, что-либо сейчас сказать Это, скорее всего, нервы сыграли свою роль Хотелось подняться как можно выше Но я сделал все, что мог Я сделал все, пап, в рамках правил А дальше судя рассмотрит и примет правильное решение Курочкин не доехал до финиша Его же и наказали позже Второй участник столкновения Владислав Устюгов занял третье итоговое место А вот Адель Мулахметов из-за аварийных затей конкурентов Поднялся на серебряное место в гонке На чужом горе, конечно, тут части не построишь Но как бы и до этого претендент за круг до финиша был Александр меня протолкнул Ему флаг показали Так скажем, я не знаю, там с 10 секунд предупреждения или еще что-то Третьим бы точно был А тут еще вышло, так что и второе место доехало Ну, веселый гонк Ну, мне не было скучно, честно Ну и в целом в первой пятерке класса КЗ-2 федерального этапа Три татарстанца Четвертое и пятое места у Вячеслава Макарова и Динара Даминова Повезло? Да, не без этого Удача любит сильных? Может быть Два соревновательных дня федерального значения На трассе Аргамак в Богатых Собах завершены Всякое было, гром, молнии, дождь, солнце Но самое главное, что во всех, без исключения заездов Было жарко на самой трассе Победили, конечно же, сильнейшие Победила, во-первых, дружба Ну и завершающая стадия, это, конечно же, награждение призера И как маленький сюрприз для всех участников соревнований Настоящая боевая машина КАМАЗ-Мастер Здесь, на плацу награждений На этом все Это Видеоспорт Смотрите нас Всем удачи Всем победы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok